Друзья, всем привет! С вами я, Кжел Князов, и сегодня мы будем решать задачи насчет произвольных треугольников. Произвольный треугольник — это треугольник со сторонами A, B, C. Они разные. A, B и C — они разные. Сперва давайте пройдем медиану. Вообще-то, что такое медиана? Медиана — это отрезок, который делит противоположную сторону пополам. M, C обозначу. C — это означает, что медиана опущена на сторону C. M, C — это медиана, опущенная на сторону C. Его формула — 1, 2, корень. На какую сторону опущена, она пишется последним. Минус C квадрат. Оставшиеся стороны умножаем на 2 и возводим в квадрат. 2B в квадрате. Допустим, M, A найду. То есть, медиана опущена на сторону A. Вот. M, A. Это будет 1, 2. Корень опущена на сторону A. Значит, A квадрат будет последним. 2B квадрат плюс 2C в квадрате. Теперь медиана опущена на сторону B. Это 1, 2. Это 1, 2. Минус B квадрат. Это 2A квадрат плюс 2C квадрат будет. Теперь, если известны 3 медианы, то можно найти сторону A. Например, сторону A. Чтобы его найти, форма 3 вторых будет. Если A, то медиана опущена на сторону A пишется последним. А тут точно так же. 2M, B в квадрате плюс 2M, C в квадрате. Если я хочу найти сторону B, то 2 третих. Если на B я должен найти, то медиана опущена на сторону B пишется последним. 2M, A квадрат плюс 2M, C квадрат. Если C, то точно так же будет. Просто M, C в квадрате последним пишется. Теперь, какое свойство имеет медиана? Медиана имеет свойство делить противоположную сторону пополам. Кроме этого, у медианы есть вот такое вот свойство. Допустим, я все это сотру. Вот наш треугольник. Окей? Вот первая медиана. Вот вторая медиана. И вот, допустим, третья медиана. Ну, вообще-то достаточно 2 медиана, но, ну ладно. Пусть это A будет. Это H пусть будет. А тут точка пересечения медиан обозначена буквой O. 3 медианы встречаются в точке O. И делятся в соотношении 2 к 1. Тут 2х, а тут просто х. Там, где сторона х, а там, где вершина 2х. Тут точно так же. 2у на у. Ну, просто длина может быть другой из-за этого. То есть, чтобы найти AO, я должен всю медиану H умножить на 3 вторых. Это свойство будет помогать нам в стереометрии. Допустим, BO. Чтобы найти BO, BK обозначу. Чтобы найти BO, я должен BK умножить на 3 вторых. А, 2 третьих, точнее. А чтобы найти OH, вот эту сторону, которая поменьше, я всю длину H умножаю на 1 третью. Хорошо? А чтобы найти WK, я BK умножаю на 1 третью. Вот. Это свойство я хотел сказать. Следующее. Биссектриса. Если придет задача насчет биссектрисы, вы сперва должны вспомнить, что биссектриса делит угол пополам. Кроме этого, с помощью биссектриса можно C, X, Y, пусть будет. Можно решить с помощью подобий. Почему? Потому что там, где подобие, первое условие, у них углы должны быть одинаковыми. Да? Значит, мы можем A делить на C равно X делить на Y. Если я A беру, то из этого треугольника должен брать вот X должен брать первую. Я могу A на X поделить, то есть вот эту левую на нижнее основание, а правую на Y делю. Вот. Если биссектриса придет, то либо подобие, либо деление угла пополам. Следующее. Следующее у нас вот высота. Ну, все мы знаем, да, какое свойство имеет высота. Высота опускается под прямым углом, 90 градусов. Про высоту мы будем рассказывать более подробно в прямоугольном треугольнике. А пока теперь три формулы треугольника. У произвольного треугольника, где стороны разные, A, B, C, есть три формулы. Вы это должны будете запомнить, выучить прям. Пусть A и B, а тут угол какой-то альфа пусть будет. Хорошо? Одна вторая. A, B, синус альфа. A и B это любые две стороны. Можно A и B брать. Можно A и C брать, допустим. Одна вторая, а C можно писать. А альфа это угол между A и B. Если я A и B беру, то угол между ними должен брать. Если я беру A и C, вот A и C беру, значит между ними угол должен брать. Допустим, бета. Синус бета. Если я хочу C и B брать, то угол между ними, пусть будет гамма, тогда синус гамма будет. Хорошо? Вы должны это запомнить. Потом вторая будет, одна вторая, А, H, A. Что такое А, H, A? Если я буду брать сторону А, допустим, вот треугольник, пусть эта сторона, пусть будет А, я умножаю на высоту именно опущенную на эту сторону, H, A. Если я хочу брать в сторону B, то я должен брать высоту опущенную на эту сторону, H, B. Я не могу A умножить на H, B. Не могу умножить, потому что на A опущена H, A, а не H, B. Из-за этого. И почему тут угла нету? Почему синуса нету? Потому что тут какой угол? 90 градусов. А синус 90 это однерка. Из-за этого тут не пишется. Третья формула Герона называется. Третья формула. Это корень P, P минус A, P минус B и P минус C. А P это полупериметр. A плюс B плюс C это периметр, делим на 2. Тогда получится полупериметр. Когда мы используем формулу Герона? Есть известные три стороны. Запомните, есть известные три стороны. Теперь после того, как мы написали площадь, давайте я вам дам формулы вписанные и описанные. Пусть A, B и C это стороны треугольника. Теперь мы должны найти маленький R это вписанный будет. Вот, вписанный радиус. Радиус вписанной окружности, точнее. Вот, радиус. R, R. Ну, это должно касаться вот. R это 2S на большой периметр, либо 2, а нет, просто S. Я эту двойку уберу. Ведь можно же двойку вот эту опустить вниз, тогда S делить на маленький периметр, полупериметр, точнее. Либо вот так можно учить, либо правую сторону можно учить. Что такое S? S это площадь. А как раскрывается площадь, вы это знаете. А этот P равен A плюс B плюс C. А этот P это полупериметр. A плюс B плюс C делим на 2. Потому что вот эту двойку я как бы вниз опустил. Можно опустить вниз, можно чистить или написать. Теперь. Какое свойство имеет радиус? Радиус составляет угол со стороны 90 градусов. Почему? Потому что это вообще-то сторона B это касательная будет к окружности, а касательная и радиус составляют 90 градусов. мы это еще и пройдем, когда будем решать задачи насчет окружностей. Теперь большой R. Большой R это описанный R. То есть вот этот. Большой, короче. Его радиус это ABC на 4S. Запомните вот это. Как S раскрывается? вы знаете 3 формулы. А, B, 1, 2, А, B, синус альфа, 1, 2, А, H, либо Герон. Но вы можете раскрыть одну из формул этих предоставленных. А, B и C это стороны. Их умножаете. Делите на 4S. Окей? Дальше. Теорема синуса и косинуса. Вообще-то теорема синусов. Теорема синусов. Про что? Если как минимум два угла будет А, нет, на счет напротив бета B альфа А, а тут C пусть будет. А разделить на синус альфа. То есть вот эту сторону берете и делите на угол, который лежит напротив. B делите на синус бета равно C делить на синус гамма. Равно 2 большой R. Большой R это описанный R. На ENT была задача насчет этой части. То есть дали сторону и угол, который лежит напротив и попросили найти радиус описанный. Вы можете вот это как пропорцию брать, то есть как уравнение по сей день части. И отсюда можете R найти. R тогда будет C разить на 2 синуса. Так же. Когда мы используем теорему синусов? Если дается две стороны и один угол и просят найти второй угол. Вот. Тогда мы будем использовать. Либо наоборот. Два угла дают и одну сторону дают и третью сторону надо найти. А нет, вторую сторону надо найти. То есть вы должны просто запомнить эту формулу. И если три параметра дается и один из них просят найти, то теорема синусов будет. А теперь насчет теоремы косинусов. Теорема косинусов вообще-то начинается со стороны, которая лежит напротив угла. Напротив известного угла. есть известный вот этот альфа, да? Напротив этой альфы лежит, пусть будет А, пусть А обозначу. Теорема косинусов начинается со стороны, которая лежит напротив угла, известного угла. То есть А квадрат равно остальные стороны. Б квадрат плюс С квадрат минус 2БС и косинус альфа. Вы тут сразу можете понять, что А лежит напротив альфы. Если дается вот этот угол, вот этот гамма, допустим, тогда С квадрат равно Б квадрат плюс А квадрат минус 2АБ косинус гамма. Вот так вот. И когда используют теорему косинусов? В основном, когда известны две стороны и угол между ними дается, две стороны и угол между ними и надо найти третью сторону. Тогда в основном используют теорему косинусов. Почему? Потому что знаете, нас просят найти сторону, а дают только один угол. В теореме синусов там было два угла, а тут только один угол. Из-за этого мы используем теорему косинусов. Дают один угол и просят найти сторону. А у теоремы синусов sin b на sin β видите, чтобы найти сторону, мы должны знать два угла мы должны знать и одну сторону еще, чтобы найти одну сторону. Тут два угла мы должны знать, а тут только один угол. Вот. Вы должны запомнить, что формула начинается со стороны, которая лежит напротив угла. С этого начинается. Следующая. Средняя линия треугольника. А что такое средняя линия треугольника? А средняя линия — это линия, которая соединяет две середины боковых сторон. Средняя линия в два раза меньше, чем основание. Если я буду брать среднюю линию, вот этот буду брать, то тут будет 2b, то есть в два раза больше. Это и есть средняя линия. Потом у треугольников внутренние углы, сумма внутренних углов. Альфа плюс бета плюс кама равно 180. И давайте я тут напишу для n углов, то есть для множества углов. Плюс точка, точка, точка. И альфа n равно 180n-2. Если дается пятиугольник, вы тут пишете 5 альфа, если правильно, 5 альфа. То есть от 1 до 5 тут складывали. 180 и 5 минус 2, тут 3 остается. Тогда каждый угол будет равен 36, 108 градусов. У пятиугольника это. Вот 108, 108. Если правильный треугольник, то тут только 3 градуса складываете. Тогда 3 альфа равно 3 минус 2, 1. Тогда 180. Альфа равно 60. У правильного треугольника по 60. Это сумма внутренних углов. Сумма внутренних углов. Теперь сумма внешних углов. Альфа 1 плюс альфа 2 плюс точка, точка, точка альфа n равно 360. Вот. Теперь давайте еще покажу насчет. Если альфа складывать к бета, альфа плюс бета равно смежному углу третьей вершины. Смежный угол к гамме, это будет фи обозначим, равно фи. Хорошо? Если бета складывать к гамме, бета плюс гамма, тогда выйдет смежный угол третьей вершины. Пусть это будет тогда кси. Равно кси. Вот так вот. Допустим, тут 30, а тут 40. 30 плюс 40, 70 же. 70 это будет смежный угол третьей вершины. 10, 20, то тогда тут будет 30. Понятно? Вот это я хотел вам сказать. Теперь давайте начнем решать практические задачи. Теперь смотрите. Найдите площадь треугольника, если известно длины его сторон, 4 и 6, и тангенс угла между ними. То есть нам дается две стороны треугольника. Нарисуем треугольник. Вот. 4 и 6. Угол между ними, какой-то угол есть. А его тангенс 0,75 это 3 четвертых. Так же. Теперь нам надо найти площадь. У площади есть три формулы. Я использую первую. Почему? Потому что тут угол дается. А в первой формуле есть угол. А b синус альфа. А b это любые две стороны, то есть четверка и шестерка. А альфа это угол между ними. Но это в синусах. Если тангенс дается, как найти синус? По определению, тангенс это соотношение противолежащего к прилежащему так же. Тогда гепатиноза будет 5. Тогда синус альфа чему равен? Вот этот противолежащий. Это прилежащий. Вот. Это мы проходили в теме трагометрические торжества. Синус альфа это противолежащий на гепатинозу. Тогда это синус альфа 3 пятых. Значит, 1 вторая умножаю на 3, на 4 и 3 пятых умножаю. Тогда у нас выйдет... Двойка сокращается. 7 и 2. Да, с ответом совпало. Следующая задача у нас указана. Основание 60. Вот этот. АС. А это В. АС равно 60. Высота. Это BH. BH равно 12. Медиана, проведенная к основанию. Пусть ВК будет. Это 13. Медиана. Факт ВК. Это 13. Высота 12. Тогда тут по теореме Пифагора. 13 в квадрате равно 12 в квадрате плюс Ашка в квадрате. Так же. Квадрат гепатинозы равен сумму квадратов катетов. Отсюда Ашка в квадрате равно 13 в квадрате минус 12 в квадрате. Тогда Ашка равно 5. 5 выйдет тут. А это сторона 60. БК медиана. Медиана имеет свойство делить сторону пополам. 60. Тут 30 будет. И АК будет 30. Хорошо? Тут пятерка. Значит, тут 25 будет. Потому что Ашка пятерка. Ну, с левой стороны будет 25. Это же тоже высота. Ну, тоже 90 тут тоже. Тогда АБ это как гепатиноза будет, потому что напротив 90 лежит. Тогда АБ квадрат равно 25 в квадрате плюс 12 в квадрате. А нас что просят? Определите большую боковую сторону. Сначала давайте вот это определим АБ. Так, тогда АБ равно чему? Давайте я быстренько посчитаю. Тут у нас 25 в квадрате. 625 это 144. 769 под корнем 27,7. Примерно 27,7. 27,7. Теперь давайте попробуем найти вот эту сторону, ВС. Чтобы найти ВС, я могу сформировать треугольник прямоугольный. BHC. Вот такой вот треугольник могу сформировать. Тут основание будет 35. Почему? Потому что КЦ 30, а Ашка пятерка. 35 будет. Высота 12. Тогда у нас вот такой вот треугольник появится. 35, а тут 12. А это нам надо найти. Тогда ВС в квадрате равно 12 в квадрате плюс 35 в квадрате. Выйдет 37. Да, большая боковая сторона 37. А это как бы меньше. Из-за этого это не берется. Следующая задача. Угол треугольника П на 3. П это 180, что я? 180 делим на 3, тогда 60. Вот треугольник. Один угол 60. Потом. Противолежащая сторона, которая лежит напротив, это корень 7. Длины других сторон. Пусть это будет А, Б, С. А, Б разделить на Б, С. Это равно 3 к 1. Если в задачах приходят соотношения, если вот такое соотношение дается, то вам следует писать иксы. 3х на х. А, Б это же 3. А, Б, С же единица. Если соотношение дается, то рядом пишите иксы. Почему? Потому что 3 к 1 это может быть 9 на 3. Вы просто не знаете первоначальное число, какое было. Вы просто не знаете, на какое число сокращены. А х это то число, на которое они были сокращены. Найдите большую сторону треугольника. Смотрите. 3 стороны и 1 угол. Тогда мы можем применить теорему косинусов. Почему? Потому что только один угол. Мы теорему синусу не сможем применить. Тогда теорему косинусов будем применять. А теорема косинусов начинается со стороны, которая лежит напротив угла. Значит, корень 7 в квадрате равно 3х в квадрате плюс х в квадрате минус 2 умножаем на 3х умножаем на х и косинус 60. Это будет 1 вторая. Тогда 7 равно 9х в квадрате плюс х в квадрате минус 3х в квадрате. Почему? Потому что двойки сокращаются. 7х в квадрате равно 7. Х в квадрате равно 1. Саму х равно до этого писали плюс-минус 1. Так же? Но сторона не может быть равна отрицательному. Из-за этого в геометрии только плюс берем. А в алгебре вы должны брать как плюс-минус 1. Тогда вы вместо х подставляете 1. 3 умножаете на 1. 3 выйдет. А тут просто... Ой, назад. А тут просто однерка. Хорошо? Тогда большая сторона тройка будет. Почему? Потому что корень с 7 это примерно 2 с чем-то. Потому что это не дотягивает до корень с 9. Потому что тройка это и есть корень с 9. А это же меньше, чем 3. Из-за этого. Следующее. Так. 4, 13 и 15. Если известно три стороны, площадь мы находим с помощью герона. Сначала формулу напишу. П. П минус А. П минус Б. И П минус С. Вот. П это полупериметр. Найдем полупериметр. Это А плюс Б плюс С раздеть на 2. Тогда 4 плюс 13 плюс 15 делим на 2. Выйдет 16. Тогда С равно. Вместо П 16. 16 минус 4. Будет 12. 16 минус 13. Тогда тройка. Теперь 16 минус 15. Единица. Я вам советую не умножать их. Почему? Потому что корень с 16 выйдет четверка. 12 это произведение 4 на 3. Из этих двух троек выходит одна тройка. А из четверки извлекается двойка. Тогда 2, 4 будет ответ. Вот. Следующее. Нам надо найти площадь. Если радиус вписанный. Маленький Р. 3. Периметр 20. Если дается маленький радиус. То пишем его в формулу. Это 2С на периметр. Отсюда мы можем С найти. Это Р умножаем на П. Делим на 2. 3 умножаем на 20. Делим на 2. Тогда 30 выходит. Следующее. В этой задаче сказано, что треугольник АВС. Вот. А, Б и С. АВ восьмерка. АС пятерка. Угол А разделить. Ну, соотношение к Б и соотношение к углу С. Это 3, 4 и 11. Если соотношение, то мы х берем. Да? 3х это будет. Угол Б 4х. А угол С это 11х. А сумма внутренних углов дает нам 180. Так же? Отсюда мы можем найти х. Тогда 18х равно 180. Х равно 10. Угол А был 3х. Значит, 3 умножаем на 10. Тут 30 градусов будет. Угол Б 40. А угол С 11 на 10. 110. Хорошо? Теперь что делаем? Теперь мы можем найти площадь. Теперь мы можем. Потому что две стороны имеются. И угол между ними есть. 1, 2. А, Б, синус альфа. Формула. Это равно 1, 2. 5 на 8 и синус 30. Это 1, 2 будет. 2 на 24. На 8 сокращается 2. Остается. Тогда десятка выйдет. С ответом совпало. В этой задаче нам надо найти угол. Вот это будет А. Пусть это Б. А пусть это С. Угол А 73. Пишу 73. Угол Б 85. Чему равен угол между бисектрисой угла А и высотой на сторону ВС? Из угла А опустили бисектрису. Имеет свойство делить пополам. Так же? И высоту. Пусть высота будет оранжевым. Вот. Это высота. Ах высота. Ак это бисектриса. Так, смотрите. 73 делим на 2. Тогда 36,5. И тут будет 36,5. Так же? Потом. Смотрите. Тут мы можем найти угол этого треугольника. Смотрите. Смотрите. Первое. Вот так. И вот так можно провести. Так же? Тут 36,5. Тут 85. Значит, я их складываю. 7 тогда будет. Смотрите. 180 отнимаем. 185 плюс 36,5. Чтобы найти угол К. Вот этот К найти. Потому что сумма трех углов ждает 180. От 180 отнимаю сумму двух углов. Нахожу третий угол. Это выйдет 58,5. Тогда я тут пишу 58,5. Хорошо? А этот треугольник пока что убираю. Дальше. А, тут 90. Тут 58,5. Тогда от 180 теперь отнимаю 90. Отнимаю 58,5. Тогда выйдет... Смотрите. Я сейчас обведу его. Я решаю насчет этого треугольника. Вот маленький треугольник. Вот. Вот тут 90, а это 58,5. Тогда найду вот этот угол. Тогда у нас выйдет 31,5. Вот. Мы уже нашли, да. 31,5. С ответом совпало. Мы нашли угол между высотой и бисектрисой. Следующее. Высота у нас 12. Вот треугольник. Вот эта высота 12. Хорошо? И делит сторону, равную 21. Эта сторона 21. Соотношение 5 к 16. Значит, 5х и 16х. Их сумма. 16х равно 21. Тогда 21х равно 21. Их равно 1. Это что означает? Их равно 1. Значит, 16х на 1. 16. 5х на 1. Пятерка. Смотрите. Обозначу А, Б, С. И это А, Пусть будет. Тогда треугольник А, Б, А, Ж. Это прямоугольный треугольник. А, Б это гипотенуза. Тогда А, Б квадрат равно 5 в квадрате плюс 12 в квадрате. А, Б равно 13 в квадрате. Это 13. Б, С точно так же. Б, С квадрат равно 12 в квадрате плюс 16 в квадрате. Тогда, Б, С равно 20. Вообще-то есть Пифагора троица. 3, 4, 5. Но это мы в прямоугольном треугольнике пройдем. 3 умножили на 4, 4 на 4 и 5 на 4 умножили. Дальше, чтобы найти периметр, мы их складываем. 13 плюс 20 плюс 21. 13 плюс 20 плюс 21. Равно 54. Это и есть периметр. Высота треугольника равна 4. Вот. Треугольник. Пусть это будет А, Б, С. А, Б и С. Высота четверка. Б, А, Ж. Делит на два треугольника. Соответственно, с периметрами 16. Пусть П1 16, а этот П2 23. Найдите периметр данного треугольника. Вообще-то 16 это что? 16 это у нас А, Б плюс 4. То есть, Б, Х плюс А, Ж. Так же. А 23 это у нас сумма Б, С плюс 4 плюс А, Ж. Так же. Нам надо найти А, Б плюс Б, С плюс А, С. А, А, С это у нас сумма А, 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 А. hc плюс bc, а h и hc дает нам, а c дает, потому что я это уже написал до этого. Значит, ab плюс ac плюс bc равно, вот эту восьмерку туда отправляем, 39 минус 8. Тогда периметр, это же есть периметр, равно 31. Все, соответственно, совпало. Следующее. Найдите длину стороны ac. Вот этот треугольник, abc, нам надо найти вот этот ac, пусть ab, значит, b, напротив b же лежит. Пусть это маленький а, это маленький c пусть будет. Угол b тупой, больше, чем 90. ab равно 13, bc равно 2. И синус угла β, то есть там, где b, синус β равно 5 тринадцатых. Смотрите, две стороны и угол между ними дается. Тогда мы используем теорему косинусов. В теории я это уже говорил. А как найти косинус β? Это у нас корень 1 минус 1 в квадрате же. Тогда 1 минус 25, 169, тогда 12, тринадцатых выйдет. Хорошо? Теперь мы можем найти сторону. Но смотрите, угол b тупой. Значит, β больше, чем 90. А больше, чем 90, это означает, что это вторая четверть. А во второй четверти косинус минус принимает. Тут же вообще-то перед корнем плюс-минус есть. Если угол b тупой, значит, больше, чем 90. Вот этот градус. А там косинус минус. Значит, вот сюда минус подставляют. Тогда b квадрат равно... Теорема косинусов начинается со стороны, которая лежит напротив угла. Известного угла. Это c квадрат плюс a квадрат минус 2ac косинус β. Так же. Тогда b квадрат равно 4 плюс 169 минус 2 умножаю на 2 и 13. И тут минус. С этим минусом будет плюс. 12, тринадцатых. Сокращаются. Тогда равно 4 плюс 169 плюс 48 равно 221. Тогда b равно корень 200 и 200 единицы. С ответом совпало. В одиннадцатой задаче нам говорят, что нам надо найти площадь... Найдите площадь... А, найдите отношение площади треугольника к площади треугольника, на которой делится треугольник своей средней линией. Вот это наш треугольник, а это его средняя линия. Тут треугольник сверху, а снизу четыреугольник. Смотрите. Средняя линия делит боковые стороны пополам, еще и высоту пополам. Тут будет h на 2 и тут h на 2. Если тут а, тут это средняя линия а на 2. Также с треугольник, это равно 1 вторая, а на 2 умножаю на h на 2. То есть вторую формулу я использую, сторону умножаю на высоту опущенную, на эту сторону. А с четыреугольника, это же трапеция, это а плюс а на 2. Мы эту формулу пройдем. Сумма двух оснований делить на 2 и умножаем на высоту h на 2. Теперь нам надо найти их соотношение. То есть s1 делить на s2. Пусть это будет s1, а это s2 пусть будет. А, то есть соотношение четыреугольника к треугольнику, тогда s2 на s1. Что первым говорят, то и первым берем. Значит, сюда двойку даю. 3а на 2 делить на 2 умноженный на h на 2 делим. А на 4 на h на 2. Тут просто а на 4 будет, h на 2 сокращаются. 2 на 2, 4 с этой четверки сокращаются. А и а сокращаются, тогда 3 делим на 1. 3 к 1. Задача вышла. В этой задаче нас просят найти. Две медианы дается. И, если под прямым углом, найдите площадь треугольника. Какое еще свойство есть? То есть, медианы, кроме того, что делят сторону пополам, еще и делят на одинаковые треугольники. То есть, у них площади одинаковые. А 3 медианы, смотрите, вот, вторая медиана и третья медиана. Три медианы делят на равные 3, 4, 5, 6. На равные 6 маленьких треугольников делят. То есть, S1 равно S2, равно S3, равно S4, S5 и равно S6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Их площади одинаковые. И пересекаются под прямым углом. Тут 90 вот. Две медианы. Допустим, AH это равно тройке. А BK, BK равно четверке. Помните, чтобы найти площадь треугольника, можно вот этот А умножить на H. Эта высота опущена на сторону А. Значит, чтобы найти S6, то есть площадь шестого треугольника, одна вторая, А умножаю на АШ. И потом умножу на шестерку. Почему? Потому что таких шесть треугольников имеется. Пусть О будет точкой пересечения медиан. Мне надо найти ОК. ОК это есть А. А чтобы найти ОК, я это показывал, это BK на 1 третью. Также тут делится 2 к 1. Помните, такое я показывал? Тогда 4 умножаем на 1 третью. БК это четверка, да. Тогда 4 третьих выйдет. А ААЖ пусть будет. То есть АО. Я должен найти АО. Это ААЖ. А это у нас ААЖ умноженное на 2 третьих. Так же там, где вершина, 2 третьих будет. Там, где сторона, 1 третья будет. АБТ3 умножаю на 2 третьих. Равно двойке. Теперь площадь шестого. Одна вторая. Вместо А подставляю 4 третьих. Вместо ААЖ подставляю 2. Тогда выйдет 4 третьих. Теперь С треугольника. Это у нас 6 умноженное на С6. 6 умножаю на 4 третьих. Тут двойка остается 2 на 4, 8. Соответственно, совпало. Следующее. Площадь треугольника равна 36. С равна 36. На стороне АС выбрано. Пусть это будет АС. А это Б. Выбрана точка К. Что АК на КС. Вот где-то тут К. И АК это Х. АКС это 5Х. Хорошо? Площадь треугольника КБЦ. Надо найти площадь этого треугольника. Вообще-то 36 это 1 вторая. АС умноженное на АШ. АШ это пусть будет вот. Вот это АШ. А чтобы найти площадь КБЦ, мы 1 вторую умножаем на КЦ, умножаем на АШ. Потому что высоты одинаковые. Хорошо? АС чему равен? 36 равно 1 вторая. АС это 6Х будет на АШ. Тогда ИК, умноженное на АШ, тут тройка, сокращается, 12. ИК умноженное на АШ это 12. Теперь СКБЦ должен раскрыть. 1 вторая. КЦ это у нас 5Х. На АШ. И вместо ИК умноженное на АШ я подставляю 12. КБЦ равно 1 вторая на 5 на 12. Шестерка 6 на 5 будет 30. Соответственно, совпало. Следующее. Так, вычистите радиус окружности. описаны. Значит, большой R. Его формула АВС на 4С. Либо, помните, там А на синус альфа, Б на синус бета, это С на синус гамма, а это равно 2R. Такая формула. Вот эту часть мы уберем. Вот это могу убрать. Величина углов пропорциональна числам 2, 3, 4. Значит, 2Х плюс... 2Х плюс 3Х плюс 4Х равно 180, потому что это углы же, внутренние. Тогда 9Х равно 180, Х равно 20. Тогда 20 на 2. 40, потом 60, а потом 80. Такие градусы вот имеются. Средняя сторона 4 корни из 3. Смотрите, напротив большого угла, напротив большого угла, лежит большая сторона. То есть, напротив 80 лежит самая большая сторона. Напротив 40 лежит самая меньшая сторона. Тут средняя сторона. Значит, средний градус берем 60. Тут будет тогда 4 корня из 3. Тогда мы используем вот эту правую формулу. 4 корня из 3 делим на синус 60. Это равно 2r. r равно 4 корня из 3 разделить на 2 на синус 60. Это у нас корень из 3 на 2. Сокращается 4. С ответом совпало. Тут что можно сделать? Из середины стороны треугольника проведены прямые и параллельные двум другим его сторонам. Вот. Пусть это будет треугольник ABC. Из середины пусть N будет середина ABC. K это середина AC. И L. Это середина AB. С помощью них параллельны двум другим сторонам. Смотрите. Проведены вот так вот такая линия, которая параллельна на AB. Хорошо? Потом вторая параллель. Вторая линия, вот, LK. Она параллельна BC. Вот. И найдите площадь получившегося треугольника. А, четыреугольника. Площадь треугольника равна 60. Нам надо найти площадь четыреугольника. Четыреугольника. Так, как его найти? Смотрите. Использую, допустим, высота. Пусть H, A. Это пусть будет H, A. А BC пусть будет A. BC это A. 60 они получили с помощью 1, 2, A умножили на H. Так как это средняя линия, средняя линия делит и высоту на две части. Пополам делит. Тут тогда будет O, и пусть это будет O1. O, O1 равно H, A на 2. То есть вот эта высота тоже делится на 2. Чтобы найти площадь треугольника, площадь треугольника это вообще-то H должен быть. А вместо H, A я подставляю H, A на 2. H, A на 2. А эта сторона A тоже делится на 2. Почему? Потому что это средняя линия. У меня четыреугольник только вот тут появился. Вот тут только. А его сторона это половина BC. Из-за этого A на 2 брал. А его высота это половина высоты. Из-за этого H, A на 2 брал. А что мы еще знаем? Тогда мы можем тут вывести A на H, A чему равен? Это 120 будет, потому что 60 надо умножать. И сюда мы можем 120 подставить. Делим на 4. Тогда 30 выходит. И с ответом совпадает. О, друзья, на этом уже задачи закончились. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Акжол Князов. И желаю вам всего хорошего, чтобы вы набрали 135 плюс баллов. И советую посмотреть остальные видео тоже. Алгебру и геометрию, еще и векторы. И всем спасибо, всем пока.